так жду ваших комментариев у меня тут пока такой релакс все я устал работать пишем комментарии как у нас звук лёша сразу звук но в прошлый раз тоже писали что отличный пока сергей черентаев не пришел и не сказал что вы вообще ничего не слышно давайте повнимательнее если что-то плохо слышно лучше сразу подкорректируем привет всем плохо я вижу конечно без очков придется очки надевать о андрюшка привет болгария как там тепло так лёша не начинай ругаться с серёжей изначально да ребят не забываем писать крупными вот юрий голик молодец написал большими буковками пожалуйста пишите тоже капсом и мне так легче читать потому что я ничего не вижу как-то бы вас оставить что а вот так а отсюда я кстати хорошо буду видеть текст и и даже без эти нет очках давайте подождем пока еще он народ соберется потому что не хочу на трактор вас потому что чтобы потом не объяснять и 10 раз не рассказывать одно и то же вот начнем когда народу побольше соберется крым привет сейчас расскажу как у меня дела я уже в принципе успокоилась почти что поэтому могу как-то об этом рассказывать потому что тут такой трэш творится что я не знаю за что хвататься и вообще куда бежать пишите большими буковками и мотоциклы все хорошо все вот я прямо они у меня тут под контролем мои мотики закрепили мы все хорошо пауль мне помогал без собой не хозяин сервиса хорлеевского он мне помогал крепить и плюс его команда ребята которые у него работают у него мальчик и девочка работают ремонтируют мотоциклы в лиссабоне и конечно там без их помощи было бы очень сложно все это закрепить потому что пауль закатывала мотоциклы девочка садилась и держала их чтобы он не падал никуда в ни в какую сторону и мы с двух сторон растягивали эти мотоциклы как бы на растяжку ставили да ребятки долго я стою и вообще уже как бы я думала что я в воскресенье вообще уже дома буду планировала и все идет конечно не по плану ну сейчас все расскажу опять не на фуре опять начинаются эти вопросы ну что с дальнобоем завязала там я в отпуске все я в отпуске это у меня не классное задание интернет да здесь не очень хороший я вот еще из-за этого из машины вышла потому что машине он там вообще не ловит но на к сожалению нахожусь по французской глуши и поэтому с интернетом тут может быть очень все плохо но пишите тоже если там что-то будет непонятно я буду повторять неприятно конечно смотреть такие стримы которые зависают я сама я вас прекрасно понимаю кто это пишет что все идет по плану у кого это был такой нехороший план для меня о ремонтники разъезжаются по домам на своих на своей бензофиле ничего не виснет а значит это у кого-то виснет они они у меня но я из-за этого вот реально на улицу вышла потому что машинке даже по ватсапу разговаривают там периодически пропадает все давайте начну по порядку все рассказывать потому что не все как бы в курсе вообще где и почему я вот и все отлично да ну хорошо все тогда не отвлекаясь больше на сообщение на ваши приветы всем сразу еще раз говорю привет не буду отвечать на отдельные вот и как бы можете ну хотите пишите конечно хотите напишите о холла это кто-то из испании из португалии да чё че вообще в италии купила на заправке просто случайно потому что сломались мои очки и реально оказались такие прикольные очки да андрюш 150 километров от женевы я стою если бы ты был дома я бы сейчас прекрасно просто все это время отдыхала на своем любимом диване маленьком они в этой кабине ладно короче все рассказываю значит закручила я к дн выехала в рейс и риса 10 месяцев кое-как меня отпустили в отпуск потому что летом естественник кто не хочет работать но у меня тоже на лето были бы пиши планы я хотела и естественно к маме надо ехать на дачу помогать поэтому вариант отдохнуть там осенью или зимой меня не устраивал но пришлось немножко поскандалить на фирме поругаться потопать с ногами в конце концов все поняли что что было все у меня уже не первое на пределе сказали ладно Новикова блин ты такая психованная езжать домой просто сказали и уезжать все да возврат домой тоже был у меня очень интересный я на своей машине на маленькой приехала на эстонскую границу там маленьких машин конечно вообще нет и только грузовые подъезжаю сначала я на эстонцам подъехала они вышли аж все на улицу вышли такие радостные как будто знаете в лесу такие ходишь ходишь один в лесу хоп только человек и они вот точно так же у них такая реакция была о машина маленькая прикольно ну в общем все вышли даже досматривать ничего не стали отметили посмотрели ВНЖ отметили все свои там отметки сделали сказали все езжай на русскую границу подъезжая к русской границе она закрыта вообще реально закрыта первый там тоочек какой то и потом уже едешь дальше на таможне значит и я такая кричу через эти ворота эй кто-нибудь там пустите меня домой выходит такая девушка не спеша подходит говорит что надо я говорю домой хочу она смотрит российские номера я на эстонской стороне она говорит давай документы я сейчас сообщу что ты тут хочешь прорваться через границу значит минут через десять наверное она только открыла мне ворота я заезжаю на границу и там где легковые всегда машины заезжали для легковых все закрыто бетонными блоками вообще все закрыто меня поставили там где грузовые машины ездят вот все там они посмотрели пришел врач тетенька поспрашивала в каких я странах была я когда я начала перечислять все страны в которых была она аж перестать писать перестала такая пипец вот ну тем не менее записала мой номер телефона мой адрес и сказал что она сообщит Роспотребнадзор и дальше как бы мне уже они позвонят там и скажут какие мои дальнейшие действия и я вернулась домой значит 9 июля приехала вечером 10 июля я спокойненько ездила на машине там пока разблокировала свой номер как всегда билайн меня там заблокировал повесил на мне какие-то долги непонятные в общем я пока с этим совсем разбиралась я каталась по городу все спокойно никто ко мне не приходил никто мне не звонил в субботу значит у меня есть один друг законопослушный который сказал что Света ты звонила вообще Роспотребнадзор я говорю зачем я буду звонить если мне на границе сказали что мне позвонят сами вот в итоге он настоял на том чтоб я позвонила сама иначе будет штраф и я позвонила в Роспотребнадзор спросила что мне делать я приехала из-за границы 9 числа и никто мне не звонит ничего не говорит ну они так записали мои контактные данные и сказали что через 10 дней ко мне придут медики значит возьмут анализ сделают и на 14 дней я могу уже выходить на улицу если все нормально с анализами в итоге ко мне никто не приходит никто не звонит тем не менее в субботу же я вышла из парадной до машины мне тут же прилетела смс что сидите дома иначе штраф там еще одно предупреждение не будет штраф ну и еще в общем контроль чисто по телефону никакие участковые ко мне не приходили никакие врачи ко мне не приходили просидела я там две недели отсидела этот карантин в итоге где-то на второй день моего приезда мне пишет один знакомый мотоциклист и спрашивает могу ли я помочь в одной проблеме проблема заключается в следующем излагаю значит как я тут вообще оказалась в конце марта он отвез 10 мотоциклов клиентов в Лиссабон клиенты это мотоциклисты которые ездят на Харлеях они хотели съездить из Лиссабона на мотоциклах покататься в Марокко потом вернуться в Лиссабон и снова улететь в Петербург и чтобы не ехать через всю Европу вот эти пять тысяч километров на мотоцикле это очень тяжело естественно они вот павел оказывает такую услугу как бы такой сервис он довозит мотоциклы до места куда прилетает клиент клиент садится на свой мотоцикл катается путешествует потом возвращается или или в какое-то до какого-то место доезжает павел грузит его мотоцикл и везет обратно в Петербург все было хорошо но как вы помните началась эта пандемия и соответственно он они не успели прилететь он не успел выехать границы закрылись ему пришлось оставлять все мотоциклы и всю свою сцепку вот вот эта сцепка такой фольксваген крафтер и прицепчик к нему 7-метровый прицеп вот эту сцепку они он бросил в Лиссабоне хорошо что в Лиссабоне есть естественно клуб Харлей Дэвидсон и он оставил мотоциклы в этом клубе все хорошо как бы мотоцикл он пристроил машина стояла в хорошем месте тоже под присмотром все хорошо он думал что через какое-то время границы откроются и он прилетит в Лиссабон заберет мотоцикл и поедет в Петербург но как вы сами понимаете до сих пор границы не открыли россияне никуда полететь не могут и он узнал что вот у меня есть вид на жительство и мало того у меня есть категория я могу ну на любой машине могу ездить короче вот он попросил меня прилететь Лиссабон забрать эту сцепку мотоциклы и привезти их в Петербург в этом моменте все понятно у меня нет никакой работы я в отпуске я в отпуске ребята общаюсь я через гугл транслит гугл переводчик есть такая программка нужен интернет но правда и в оффлайне он тоже если скачать нужные вам словари то в принципе и во флайне тоже можно переводить нет я сейчас во Франции ребят рассказываю дальше то есть Павел мне позвонил попросил меня слетать в Лиссабон и привезти сцепку с мотоциклами обратно в Петербург я ему сказала что Павел все хорошо но у меня две недели карантина по идее я могла вообще прям с разворота сразу как только приехала могла сразу улететь в Лиссабон но мы все таки как законопослушные граждане отсидели вот эти подождали все 14 дней и только после 14 дней я полетела в Лиссабон да ребят пишите крупными на работу я собираюсь в сентябре я ушла на 2 месяца ну даже меньше полтора месяца потому что пока там военные продлевали меня еще задержали они обычно я на 2 месяца в отпуск ухожу но тем более я сейчас была на работе 10 месяцев это было мне нужен явно отпуск не один месяц потому что у меня очень много дел мало того что вообще просто отдохнуть хочется еще очень много дел нужно решить которые накопились у меня в мое отсутствие так вот значит ну я уже когда мне это предложение поступило уже понимала что конечно это будет очень тяжелое путешествие поскольку все таки португалия это далековато почти 5000 до петербурга и ну еще прибор тем более на такой на маленькой машинке это не на фуре там едешь где можно в спальник лечь поспать спокойно там приготовить покушать тут тут вообще все очень сложно в итоге как же мне нужно долететь до Лиссабона самолеты не летают ну мы решили переправить меня через через Белоруссию в Белоруссию в Белоруссию я тоже не могу заехать даже на своей машине только грузовые могут в Белоруссию зайти соответственно меня такси довезло до границы с Белоруссией границу я перешла пешком и на другой стороне границы меня уже ждал водитель белорусский который меня довез до гостиницы в Минске вот так вот было весело этот переход такой интересный через границу пешком главное можно машине нельзя не знаю как это все объясняется ну это не касается я как бы у меня задача была долететь до Лиссабона а какими способами меня туда доставят мне это было уже неважно люди решили эту проблему так как они смогли ее решить в итоге такси до границы с Белоруссией и потом такси от границы Белоруссии до Минска Иван там спальник но в этот спальник можно попасть только через прицеп изнутри прицепа у меня в прицепе стоят мотоциклы там не пролезть там четыре мотоцикла стоят ну в этом в кузы так вот значит приехала я в Минск переночевала в прекраснейшей гостинице Гринхаус недалеко от аэропорта и в понедельник в понедельник я приехала в аэропорт трансфер из гостиницы был все прекрасно и прихожу на стойку информации где регистрируются подаю свой билет у меня с пересадкой было сначала до Милана я должна была долететь от Милана в Милане пересадка быстренькая там час 15 пересадка и потом уже Лиссабон в итоге я подхожу на стойку информации мне начинают спрашивать а куда вы а зачем вы в Милан вообще у нас можно лететь либо граждане итальянцы могут лететь либо там к родственникам либо на лечении на какое-то я делаю такие глаза но понимаю что у меня передо мной не пустили какую-то девочку она тоже не могла объяснить как бы она она сказала что она едет оформлять документы в Милан и сказать какие документы она в общем как бы что-то там замялась и короче ей сказали все до свидания вы никуда не летите я такая думаю нормально мне сейчас тут тоже как меня развернут ну в итоге я показала билет что у меня пересадка просто в Милане и я лечу вообще в Лиссабон и мне Милан вообще не нужен ладно слава богу пустили пришлось конечно там понервничать побегать немножечко по этому аэропорту и в итоге улетела я в Милан в Милане сделала пересадку тоже там было очень интересно когда выходила из самолета это итальянцы устроили такую там колейку просто очередь огромная на выход они мерили температуру еще надо было мы еще в самолете сидели заполняли всякие анкеты там куда ты летишь откуда болел ли ты коронавирусом были ли у тебя контакты с больными в общем такая огромная анкета вот и с этими анкетами всех только выпускали как бы из аэропорта а мне надо было попасть на трансферный коридор он закрыт я выхожу за мной еще два мальчика выходят которые летят в Египет и мы начинаем там искать просто вообще как нам сделать пересадку в итоге возвращаемся обратно на стойку информации девочка там находит какого-то дяденьку который открывает нам двери не спеша это все а у меня 1 час 15 всего в итоге нас три человека через этот трансферный зал проходит включают пока они там свои рентгены в общем итальянцы конечно я еще раз убеждаю что они настолько медленные они настолько вообще все время в релаксе в каком-то и никуда не спешат и это ужас короче успела я на самолет прилетела в в Лиссабон там меня встретили и в итоге в понедельник мы не стали грузиться потому что потому что потому что мне нужно было дождаться запасные колеса для прицепа тут я уже поняла что что-то тут не так потому что заказано было четыре запасных колеса на прицепе у меня две оси соответственно четыре колеса очень нестандартного диаметра пойдемте покажу вот такой вот у нас диаметр колесиков уже как-то мне вот это колесо не нравится ну в итоге в Лиссабоне я дожидаюсь этих колес вторник мы занимаемся погрузкой мотоциклов десять мотоциклов жара там тридцать семь это это была кошмарная просто погрузка я бы лучше металлом загрузила где-нибудь в Италии чем вот эти мотоциклы это это жесть потому что ну их очень сложно во-первых закатить во-вторых их нужно закрепить так чтобы они по дороге не упали не упали не упали потому что мотоциклы дорогущие не дай бог они там будут касаться друг друга или какой-то стенки они не дай бог вообще упадут что это это будет жесть вот кто-то тут пробежал и в среду в Португалию я проехала достаточно хорошо потому что было прохладно было наверное где-то градусов 25 и ну и на маленькой Португалии я там проскочила достаточно быстро и буквально уже перед границей с Испанией была какая-то затяжная гора интересно что у кратера нет датчика температурного то есть я еду пытаясь посмотреть вообще что у меня с температурой двигателя и ничего не показывает никакого датчика нет ну в итоге я поднимаюсь за тишину гору там где-то на пятую на пятой скорости у меня 6 я на пятой поднималась и загорелась у меня красная лампочка что высокая температура охладающей жидкости ну так как я в Португалии то я не боясь просто там остановилась на обочине прямо это не Франция это не Германия где вообще нельзя стоять на автобане постояла позвонила Паша спросила что может такое быть он спросил проверила я уровень жидкости я сказала конечно еще перед выездом там все жидкости мы с Паулем проверили все было прекрасно и сейчас я тоже открыла капот как бы уровень жидкости нормальный то есть там на максималке стоит но не кипит еще но как бы датчик уже загорелся но он сказал что если там будет загораться датчик включай печку печку летом в жару включай печку и как бы все нормально будет и дальше начался ад я въехала в Испанию и температура просто начала подниматься там сразу моментально то есть возле Мадрида там она уже показывал 46 градусов начались горки и естественно я уже просто не ждала пока загорится у меня этот красный датчик я уже ехала с печкой ой тут на меня падает я сижу под дубом на меня падают желуди кто у меня по телефону ползает никто у меня не пользует по телефону все нормально шипение в звуке это может быть от волос ну-ка давайте проверим проверим звук все хорошо так букашки идите все отсюда еще раз звук проверяем ну сейчас хорошо я хотела ехать через Себастьян изначально и вот через Ирусс Себастьян ходить там на Францию и потом на Германию но мы решили поехать вообще через Италию поэтому поехали на Перпиньян хотели пойти через Ниццу Австрию и Чехию и потом на Польшу ну это просто дорога мне знакома от Перпиньяна я уже я там часто бывала поэтому я знаю эту дорогу ну и дальше Ницца идти Италия все мы ездим домой так в Латвию всегда и после того когда я поняла что этот пепелас в горы не едет вообще то есть один раз я аж до третьей скорости спустилась естественно он уже там все красной дачей загорелся я там печку включила съехала еще же в Испании там нет на автобане никаких паркингов всегда надо съезжать куда-то там в населенку все это в стороне и я ну съезжала стояла там в каких-нибудь кустах пыталась там остыть ну я там я не могла остыть ни машины не могла остыть это был просто ад вот я поняла что через Италию наверное стоит соваться потому что во-первых я испугалась этой горы которая в Ницце 18 километров подъем я подумала что если я там закиплю ну например нагреюсь загрею перегреюсь мне придется остановиться я уже там не тронусь то есть в гору это сцепка не тронется вообще и я доехала в итоге потом до Салон до Прованса вот как раз до этой развилки если направо поедешь что это будет Ницца это уже на Лион туда в Германию в общем мы просто маршрут поменяли изначально мы хотели пойти по берегу вот поэтому я так пошла через Мадрид ну я шла по Иго особо я конечно там я же не была в Португалии я один раз была и я ехала через Сан-Себастьян и туда и обратно поэтому я особо как бы не сопротивлялась мне как Иго проложила дорогу так я и ехала так давайте пишите вопросы пока я тут начала дальше рассказать так и звук меня интересует шипение прекратилось или нет а то если там шипит мы просто микрофон отключим и все не ну нет букашки не должны кушать микрофон это я просто волосами задевала Петличка глючит. Может быть, я что-то задеваю. Звук вообще пропал. Так, букашки. Коши сюда и не залазьте на меня. Я вас боюсь. Да не, ребят, если шипит, это плохо. Не пропал, да? Ой, может быть, просто она не ловит. Мне надо ближе садиться тогда. К этому микрофону. Вот так вот. Не знаю. Что, где тут пошевелить, чтобы... Тем более, она еще и скоро сядет. Отлично. Окей, продолжаем. Значит, это был адский день. 46 градусов. Я еду с печкой, с открытыми окнами. Периодически съезжаю, остужаюсь. Ну, естественно, понимаете, что на этой жаре как бы особо машина не остывает. И лучше как бы, чтобы она ехала пониже обороты, ну, пониже обороты. И так она дизель... Все-таки это дизель. По идее, он вообще не должен так греться. Так вот. Но больше всего я боялась, конечно, за свои колеса. Было 46. Соответственно, асфальт, наверное, там был все 70 градусов. Колесики у меня дохленькие. Нагрузка на них адская. Я ехала, только боялась, чтобы не взорвались у меня колеса. В итоге прошла я Мадрид. Нет, я не дошла до Мадрида. Я переночевала на одной заправке. Боялась, конечно. Но что делать там? Там с паркингами вообще какая-то напряженка. Не знаю, как люди вообще в Испании работают. Короче, там мне вообще не понравился ни сервис, ни паркинги. Ужасный кофе на заправках. Такой мерзкий кофе стоит евро 70. Какой-то пластиковый стаканчик. Какая-то бурда просто. Насчет души я там вообще не видела. Туалеты где-то там тоже запрятаны. Не как во Франции заходишь на заправку, и там все тебе. Там и душ, туалет, все сразу внутри этой заправки. Здесь ничего нет. Ну, в общем, какие-то они, конечно, такие страны интересные. Португалия и Испания. Не знаю. Мне, во-первых, природа не понравилась. Вот через Мадрид я ехала. Там выжженная пустыня. И очень мало деревьев. Такая скучная очень дорога. Хорошо. Переночевала я. Ну, я переночевала. Четыре часа я поспала на заправочке. И рано утром я где-то в пять утра стартанула дальше. Хотела дойти до Франции. В итоге... В итоге, в итоге, в итоге я прошла платки. А, кстати, платка была... Хочу по ценам сказать, да? Платка стоила от Португалии до границы... Ну, от Лиссабона до границы с Испанией стоила 43 евро. Потом по Испании дальше был бесплатный участок. И потом от Мадрида... Нет, от Сарагосы до Барселоны стоил участок 78, по-моему, евро. И от Барселоны дальше там до Джангуэра. Ну, в общем, достаточно дорогая дорога. И я уже практически подъезжала к границе с Испанией. Город Джангуэра. Все знают такой город на границе. И я обгоняю фуру. Меня обгоняет легковая машина. Ну, я, естественно, я еду 110. Потому что в Испании я не знаю, с какой скоростью ездят грузовики. Ну, минимум сотку они ездят. Потому что я еду 110, я их еле обгоняю. Я вообще не понимаю, что у них там на тахографах. И как они вообще, если они едут во Францию с такой скоростью, и потом их любой контроль скажет, а почему мы 100 ехали. Ну, их реально очень тяжело было обогнать. Я ехала 110. И меня обгоняет легковая машина. Там сидят два чувака. И один показывает, что у меня что-то с колесом на прицепе. Так как я еду все время на измене, как бы думаю, что, блин, только бы не рванули у меня эти колеса. Я, естественно, поверила, что у меня что-то с колесом. Они останавливаются, значит, заезжают в первую попавшуюся соску. Ну, это сос, карман такой на автобане, где если ты сломался, можно там стоять. Я туда не сворачиваю. Я проезжаю дальше, думаю, надо доехать до заправки, заправиться и за одним посмотрю колеса. Но в этот момент, не доезжая до Джунгуэры примерно 3 километра, попадается мне лесной паркинг. Я заезжаю на этот паркинг. Там стоит фура и стоит еще машина, которая обслуживает эти автобаны. Там сидят какие-то рабочие. Я закрываю форточки свои, выхожу из машины и закрываю машину. Соответственно, так как я собиралась только посмотреть колесо, я никаких ни документов, ни телефона, ничего не взяла. Вот. Выходит этот чувак из легковой машины, начинает мне там что-то на испанском говорить, там бла-бла-бла показывать и все время меня уводят от кабины. Я стою на него, смотрю, он пытается еще и кабину открывать. Мол, я тебе сейчас там покажу, ну вот смотри же, вот там что-то там, и все бла-бла-бла-бла-бла. И дергает за дверь, я смотрю на него, такая, что ты хочешь? Ну и в итоге, да, в итоге я не знала этих схем. Я вообще, конечно, настолько наивный человек. Я думала, мне реально хотят помочь. Но как раз вот в этот момент второй человек у меня вскрыл правую дверь и украл мою сумку с документами и со всеми деньгами. Налички у меня было 2 500 евро, ну плюс карточки всякие, все мои документы, все мои паспорта, все документы на мотоциклы, 10 штук СТС-ок. Это была просто жесть. Но изначально-то я же не поняла, они там бла-бла-бла-болтали, болтали, болтали. Хорошо, у меня в руках был телефон, хотя бы телефон не стебрили. Они садятся в машину, я практически сразу за ними выезжаю. Там, чтобы выехать на автобан обратно с этого паркинга, надо проехать где-то метров 200, так, в кармане. Я уже выезжаю из этого кармана, смотрю, валяется какая-то сумка и какие-то там карточки. Я еще, главное, не понимаю, что это моя сумка. Я под тормозом думаю, блин, надо поднять сумку, чьи-то документы валяются. Подхожу, мои документы. Тут мне, блин, смотрю, правая дверь у меня открыта. Я вообще реально не поняла, в каком момент он открыл. Он вообще, мне показалось, он даже не выходил из машины, этот второй. И, ну, конечно, очень профессионально не отработали, уроды. Конечно, я этим уродом желаю, чтобы им отрубили руки или еще какие-нибудь там части тела. Но я думаю, что им это все аукнется все равно. То есть, ну, я осталась вообще без налички. У меня там были деньги, которые мне на рейс дали. Было тысяча с лишним евро. Это те, которые я лично брала. Всегда беру наличку, потому что карточки – это такая ненадежная вещь. Поэтому наличка всегда нужна. И в результате я остаюсь без налички. Но один большой плюс во всем этом был, что они выбросили мою сумку со всеми карточками, со всеми документами. То есть я хотя бы осталась с документами. Представьте, я бы в Испании осталась без всех паспортов своих, без всех своих водительских прав. И опять же у меня там все эти 95-й код и все-все-все-все, все, что можно в НЖ. Это была просто жесть. Конечно, я не могу передать вообще, какой я стресс пережила в этот день. И мало того, что это жара 46 градусов. Я тут вообще еду все время, мне жарко. И хорошо я успела купить воды. И в итоге я просидела в машине 3 часа, потому что мы решали вызывать полицию или не вызывать. Потому что я не могла найти одну СТС-ку. То есть у меня 9 СТС-ок есть, 10-й нет. Соответственно, как я буду проходить границы дальше, там, Белоруссия, Польша, если у меня не будет СТС-ки на один мотоцикл, у меня начнутся проблемы. Соответственно, мне нужен какой-то документ, что у меня украли эти документы. Ну и в итоге, пока мы не решали, я там ходила, искала эти СТС-ку пыталась найти по этой жаре. Ну, в общем, короче, я не могу передать, я вообще не знаю, как я это пережила, потому что это пипец просто был. В итоге, когда я успокоилась, я эту СТС-ку нашла в машине. Она у меня завалилась между сиденьками там возле ручника. Все, позвонила там. Там уже подключили просто людей, которые в Испании живут, по-испански говорят. Ну, соответственно, была схема точно такая же, как у меня было в Италии. Нужно было ехать в полицейский участок, который в Джангуэра был. И там писать просто заявление, и они бы, соответственно, дали какую-то бумагу, что у меня украли документы. Ну, когда я документ нашла, мне сказали, ну все, едем дальше. Я говорю, а как вообще, мы не будем никого искать, заявление писать. Я могу фоторобот, я прекрасно запомнила лица этих людей. Есть отпечатки их пальцев на моей кабине, может, они вообще уже в базе где-то есть. Мы проезжали платежкой. Я, кстати, думаю, что они, скорее всего, на платежке видели, как я доставала сумочку. Причем сумочка у меня была спрятана. Это вот надо было за пару секунд найти эту сумочку и дернуть ее, конечно. И я вообще не слышала, как они открыли эту дверь. В итоге они сказали, никто искать не будет, Света, тебе деньги, и все равно никто не вернет. Я говорю, ну так нельзя. Я считаю, что такие люди должны быть наказаны. Им реально надо отрубать руки. Ну, представьте, человек в другой стране находится, да, и он остается без денег. Вообще вот это нормально. И это никак не наказывается, это никто не ищет. Мы проезжали платку. На платке было, там камеры везде, да, и вообще на автобане везде камеры. Там найти эту машину по номерам, да, как нечего делать. Ну, куда? Дальше граница Франции. Франция испанцев уже не пускает. То есть они свернули Джангуэра по-любому. Джангуэра везде тоже там камеры. Найти этих людей, ну, просто... Если бы я просто не стала искать эту СТС-ку, а сразу бы за ними... Я же за ними выехала, у меня машина быстро едет. Ну, если бы я их догнала, блин, я бы их протаранила точно. Это как пить дать просто. Я бы вообще даже думать не стала. Я бы их просто протаранила. Уродов. Фу. Релакс. Сейчас буду медитировать. Всё. В общем, обидно, досадно. Работаешь, работаешь, как лошадь. Не можешь себе компьютер купить. А, кстати, пока я была дома, да, не была дома, у меня же сгорел компьютер. Мой любимый ноутбук, который не хотел у меня монтировать 4К-видео, который я снимала с дрона. Я хотела его поменять, и эта зараза, видимо, на меня обиделась. И в Латвии я уже ехала с выгрузки на базу, налила себе в стакан морс. В Латвии же прекрасные дороги. А ноутбук у меня стоял на полу рядом с водительским сидением. И, короче, на одной ямке у меня подпрыгивает этот стакан, падает на мой ноутбук, заливает всё. Пипец. Ну, он ещё какое-то время поработал, и после того, как я приехала домой, он у меня всё, перестал работать. Я его сносила в сервис, и мне сказали, что нет смысла его вообще восстанавливать. Проще купить новый, потому что, как бы, вложения слишком большие он требует. То есть, соответственно, у меня сейчас не будет никаких видео. Вы заметили, да, никакого монтажа нет. Хотя я как раз две недели сидела дома. Я думала, я приеду, я буду монтировать. Как раз у меня будет карантин, у меня будет куча свободного времени. В итоге я без компьютера. Ещё одна у меня напасть случилась во время карантина. Я играла на синтезаторе, и в какой-то момент у меня пропадает звук. То есть, сам синтезатор работает, а звука нет. Ребята отвозят его в сервис. Из сервиса через неделю приходит заключение, что синтезатор не подлежит восстановлению, потому что запчасти на него уже не выпускаются. У него, мол, сгорела материнская плата. Компьютер сгорел. Компьютер стоил три года назад 120 тысяч. Синтезатор сгорел. Он сейчас стоит 70 тысяч. Тысячу евро украли. Я уже такая сижу и думаю, ну, блин, а что ещё? Хорошо, телефон не украли. Жду ваших вопросов. И пойдём дальше. Лёш, дай бог, ну, видишь, это же официальный сервис дал такое заключение, что материнская оплата сгорела. И замене не подлежит. Ребят, конечно, я, ну, это было, это произошло в, когда же это произошло? В четверг это произошло. Ну, это было, для меня, конечно, было очень большой стресс. Потому что мало того, что там мои личные деньги были, там ещё были деньги, которые мне дали на дорогу. То есть это, я на всех платках, у меня карточка не работала. Мне дали карточку и дали наличку. Карточка почему-то не работала на всех этих платках, мне приходилось платить наличкой. И мне сейчас нужно выезжать, у меня уже тикет. Мне надо выезжать, мне надо заправляться, мне надо платить за дорогу, у меня нет налички вообще. Никакой. Сергей, я вам рекомендую включить этот стрим тогда потом в записи, потому что я сейчас пересказывать это все сначала. 45 минут уже рассказываю, я не буду. Я сейчас во Франции. У меня продолжение моей миссии невыполнимо. Так, значит, пятница была адская жара во Франции, тоже было 37-38. И я просто, я после этого стресса, я приехала ночью до салона до Прованса, доехала, слава богу, меня в салоне до Прованса пустили на охраняемую территорию. Я могла спокойно поспать. Потому что, ну реально, что Испания, что Франция, ты где не встанешь там, особенно русские номера, машина брендированная, написано Харлей. Блин, ну ты просто как приманка для всех этих людей непонятных. И в салон до Прованс мне разрешили постоять, отдохнуть. То есть Павел тоже сказал, говорит, я не хочу, чтобы у тебя проблемы были со здоровьем, потому что у меня повышенное давление. Я, в принципе, летом не работаю. И как раз с работы всегда ушла вот в отпуск, потому что я не могу в жару работать. Для меня жара, это просто, я перестаю вообще двигаться. Я становлюсь амебой, у меня болит голова, и все, я готова тут лечь и умереть сразу. Поэтому в пятницу я отдохнула, выспалась, и в субботу утром я намеревалась поехать. В 7 утра я приехала, пришла к своей машинке, значит, и решила заглянуть под прицеп. Заглядываю я под прицеп, а там вот такие вот грыжи внутри колеса, с внутренней стороны, вот такие грыжи. И это, кстати, были не арабы. Один, вот когда я с ним пыталась через глухопереводчик говорить с этим вором, он сказал, типа, турецкий, я турок. А второй был явный европейского вида, вообще такой беленький мальчик, ну, им лет, наверное, там по 30, такие молодые. Вот, это были не арабы. Это были профессиональные мошенники. Не мошенники, а просто воры. Ну, я говорю, это все как бы, меня нельзя обижать. У меня такая энергетика, что возвращается плохое этим людям очень быстро. Поэтому зря они это сделали. Вот, и, конечно, создали мне много проблем. В итоге, в субботу утро собираюсь выезжать и обнаруживаю, что у меня три колеса нужно менять. Три. Как я доехала вообще до этого, до Салон-де-Прованса, я не знаю. Как они не взорвались, там-то это жарищо было, этот асфальт горячий. В итоге, я, конечно, там меняю пока эти три колеса, уже 10 часов утра, уже жара начинается, и я понимаю, что у меня начинается истерика после того, как я ехала в эту жарищу с печкой, я понимаю, что я не готова ехать, я не могу просто морально, не могу. И все. Я дожидаюсь вечера и выезжаю в субботу вечером. Думаю, поеду я по холодку. Поеду я по холодку на Лион, Страсбург, дойду до Германии, и в Германии уже более-менее спокойно. В итоге, прохожу я Лион, все хорошо, я там опять 100-110 я ехала, прекрасненько, за резину я уже сильно не боялась, потому что, потому что, потому что, потому что было прохладно, и прошла я Лион, заехала на заправку, обошла машину, посмотрела все колеса, все было прекрасно, ну, тем более, затягивала я хорошо, у меня вообще силушки немерено, поэтому, а колесики маленькие, болтики там, такие маленькие, и я боялась, наоборот, как бы им не свернуть бошки этим болтиком, вот, затянула я очень хорошо колеса, ну, еще раз, естественно, на заправке я прошла, проверила, все-все хорошо, и проезжая, я примерно, от заправки отъехала километров 60, это где-то было 5 утра, я ехала с закрытыми форточками, потому что было прохладненько, и музыка у меня не играла, и я услышала, что какой-то посторонний звук появился, я начала смотреть, соответственно, темно, а у меня еще на прицепе такие яркие фонарики, три фонаря, они очень сильно слепят мне в зеркала, то есть фонарики вижу, что ниже я не вижу, ну, я начинаю думать, что надо куда-то, я же еду по автобану, думаю, что надо куда-то привстать, чтобы посмотреть, что с колесом, начинаю думать про паркинг, в это время я уже вижу, что у меня искры, ну, как бы дыма не было до этого, сразу искры, что-то стукнуло, ну, все, я, естественно, на обочину сразу стою, выхожу, и у меня нет колеса, у меня нет одного колеса, вместе с барабаном с тормозным, подшипник весь такой вывернутый, ну, в итоге мы, когда мы провели консилиум, и обсуждали, как бы, что же все-таки произошло, открутилось колесо или не открутилось, я, конечно, как бы, ну, я была уверена, что я закрутила хорошо, тем более я проверила, я проверила, все было прекрасно, и потом я вот все остальные колеса, которые я откручивала, я еще раз, они вообще на миллиметр не ослабли, вот, там развалился сам подшипник, развалился подшипник, и слетела, слетела, слетел барабан тормозной, и, соответственно, я уже никуда не поехала, очень быстро приехала машинка, помните, когда вниз сломалась, целый час ждала, пока ко мне приедет эта винчевская машина, чтобы вызвали они эвакуацию, здесь буквально, наверное, через минуту уже приехала машина, сразу встала за мной, сказал человек, чтобы я перелезла через ограждение, стояла для вашей безопасности, стойте за ограждением, ну, и так далее, короче, я попыталась там поискать это колесо, так я его не нашла, ну, и он тут же вызвал эвакуатор, эвакуатор приехал, и поднял прицеп, и уточил меня к себе в сервис, и вот с воскресенья утра, с 7 утра, я сижу в этом сервисе, ну, воскресенье было выходной, соответственно, никаких запчастей искать, это было бесполезно, и тем более, с 1 августа во Франции начинается следующий этап, как бы, отпусков, первый этап у них, это июль, люди отдыхают, а второй, самый большой этап, очень много фирм закрывается, просто на 2 недели, просто закрываются, все уезжают, все, никого нет, как бы, вымирают все города, и, в общем, мы в понедельник начали искать запчасти, ну, запчасти, соответственно, оказались очень редки, вот, ось у нас фирмы Кнот, а вот здесь, рядышком, 24 километров, есть производитель практически таких же осей для прицепов, Алко, но нам не повезло, этот завод рядышком, мы могли на него съездить, взять запчасти, и поехать дальше, к сожалению, этих запчастей, во Франции, нет, в Германии, нет, эти мосты, производят только в Венгрии, а в Венгрии, завод сейчас закрыт, с 1 по 15 августа, закрыт, на, опять же, ваканс, выходные, ну, отпуск, отпуска, и вот так вот, все вот, круто получилось, я даже, я уже не знаю, что делать, за что хвататься, куда бежать, значит, мне одна запаска осталась, ну, в итоге, мы вчера здесь искали, 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 французы, все тоже, я говорю, может, у вас какие-то разборки есть, блин, на разборках там поискать, сама попыталась поискать, естественно, ничего не могла, а, ну, пойдемте, покажу, ой, что у нас все-таки случилось, ой, ай, спина болит, посидела, ой, спинка болит, так, что там со звуком сразу говорить, так, ну, вчера они вот мне сняли этот трос, конечно, тут ресурки такие хиленькие, блин, сюда бы еще хотя бы две пластинки, ну, они там не могли, короче, откручить этот трос ручника, пытаясь там что-то срезать, в итоге, Паша сказал, что пусть они этот трос отрежут просто, и все, он нам не нужен, кое-как они сняли, короче, этот мост, вот стою я в таком сервисе, пират, и вот у меня был такой барабанчик, вот, видите, вот тут написано фирма Кнот, вот этот барабан улетел вместе с колесом, вот это мой, сейчас трос ручника, так выглядит, прекрасно, и вот у нас вот здесь вот эта вот катастрофа, не могу, Леша, а вот сейчас все, браво, вот этот подшипник развалился, развалился, ну, по идее, сейчас, вот здесь сварка, и здесь сварка, это надо высверлить, достать эту часть, поставить сюда новую часть, которая ко мне уже едет, Павел купил ее в Петербурге, на заводе, где делают эти прицепы, у них есть эти запчасти все, он их купил, и выслал Диечелем, Диечелем завтра мне это все приедет, но французы опять начали, а как мы вот это вот, а как мы вот это вот будем делать, а как отсюда мы достанем, вот как, мы такие все такие, высверлить, как бы еще, есть у Павла здесь знакомый, Андрей живет в Терпильяне, и он давно уже живет, говорит по-французски, и, короче, с французом разговаривал он, и он ему сказал, что, типа, какие проблемы, ты высверли вот эти, ставь новую деталь, там, либо завари, либо болтами там закрути, и все, ну, французы так не умеют делать, они делают, они меняют узлами, то есть они говорят, давай ты вот возьмешь этот мост, отвезешь его в Россию, отремонтируешь, привезешь сюда, и мы его поставим, я говорю, вообще отличный вариант, огонь, вот здесь и живу, тут у меня поезда ездят, периодически, я тут уже себе, ностальгия, естественно, пародия не есть, как же ж, как же ж я без России, ой, оп, ой, ну что, скажите, завтра приезжает эта запчасть, ой, скользко, и я даже не знаю, смогут они тут сделать, не смогут, блин, придется кого-то искать, кто это будет варить, о, прикольно, прикольно, а нет, тут еще периодически проезжают такие вагон, а, на которых стоят полуприцепы, вот, вот, вот полуприцеп, здесь мало, я как-то проезжал один поезд, там вообще весь состав был с этими, с полуприцепами, да уж, ребятки, попало, попало, ай, грязно, все, андрюшка, я надеюсь, я до 15 августа, я уже уеду, короче, ребят, у меня сейчас первоочередная задача, купить компьютер, все-таки мне нужно покупать компьютер, поэтому, если есть у кого-то возможность, там, пожалуйста, скиньтесь, вот, на самом деле, у меня 36 тысяч подписчиков, каждому подписчику скинуть, я не знаю, по 5 рублей, по 10 рублей, и мы насобираем на новый хороший компьютер, я, конечно, хочу Asus, Asus Duo, сейчас есть такая у них новая модель, у меня тоже был Asus, хороший компьютер, три года, очень прекрасно все работало, пока я его не залила, вот, поэтому, конечно, потому что, иначе видео не будет вообще никаких, то есть, монтажа я сейчас никакого не могу делать, и, соответственно, первоочередная задача мне сейчас купить компьютер, я еще Соньку свою так и не отнесла в ремонт, Сонька же у меня тоже, помните, не фокусировалась, все, у меня вообще, практически все эти 10 месяцев снятые, вот, в таком, мыли все, потому что я не могла просто эту Соньку, никуда отдать, никакой сервис, потому что по выходным во Франции и в Италии ничего не работает, а на неделе я, как бы, не могу заехать в город, там, куда-то сдать эту, да, ребят, все, все платежные системы, они у меня там, есть в описании видео, кто может там на PayPal, на Яндекс деньги, на Сбербанк, и на Цитадель, если в евро, Алексей, какой бы ты бедный ни был, 10 рублей, я думаю, не откажет, не убудет, я думаю, не прошу у вас там тысячи, но просто хоть что-то, потому что, ну реально, это, это просто пипец, да, Михаил, спасибо большое, ребят, спасибо, реально, по 10 рублей и все, и вообще, всем спасибо огромное, за 10 рублей, за 5 рублей, огромное спасибо, потому что это будет хотя бы какая-то часть, и я смогу себе купить именно хороший компьютер, мне с этого дрона 4К нужно монтировать, мой компьютер уже не справлялся с этим, не справлялся я, конечно, хочу на i9 взять уже, с нормальным процессором, с хорошей оперативкой, чтобы это все было, быстро можно было монтировать, плюс надо Соньку либо менять, либо отдавать в сервис, а еще же у меня у дрона сели батарейки, тоже перестали заряжаться, то есть с конец сезона, где-то 3 месяца, я вообще уже не летала, не снимала, мне не заряжались батарейки, домой я приехала, я их на ютубе увидела случайно, что эта проблема оказывается не только у меня такая, батарейки новые практически, они там заряжались максимум 20-25 раз, то есть там 20 циклов, это для батарейки, для такой вообще ни о чем, тем не менее, они перестали заряжаться, оказалось, что проблема там есть, в одном контроллере, который нужно просто шлейф отсоединить, поставить на место, и все нормально, так я и сделала, самое сложное было это разобрать, Леша, спасибо тебе за инструмент, который ты мне принес, и с помощью которого я скрыла эти батарейки, добралась до этого контроллера, в итоге батарейки я зарядила, но не успела испытать, потому что у меня же был этот домашний арест, я не могла выйти никуда, из дома, а чтобы полетать, надо выйти из дома с телефоном, телефон же у меня жил дома, соответственно, еще пока не испытала, они зарядиться зарядились, но неизвестно, как они себя поведут в полете, ай, кыш, вот, и это я, я просто реально не знаю, за что хвататься, компьютер покупать, синтезатор покупать, батарейки для дрона покупать, камеру новую покупать, я больше не могу, я устала. Юрий, спасибо. Спасибо большое. Я говорю, 36 тысяч подписчиков, ну, это вообще не так сложно, там, 10 рублей положили, и красота. А, про Асус я хотела рассказать, да, Асус ZenBook, по-моему, Duo сейчас называется, у него два экрана, но он не очень большой, я свой брала специально, у меня 19-дюймовый был монитор, потому что, видите, я в очках, я ничего не вижу, а монтирую я в Photoshop Premiere, Photoshop, Adobe Premiere, и, знаете, эти все программы, у них очень много инструментов, и поэтому для них нужны очень большие мониторы, чтобы там было видно все, иначе там настолько все мелко, что вообще ничего не видно, просто никаких инструментов, и у меня был 19-дюймовый ноутбук, но вот этот Duo, он 15,6, по-моему, дюймов, тоже не очень большой, но у него плюс в том, Юри, спасибо, да, спасибо, я не умоляю никого, я просто, как бы, просто, не умоляю, и так, просто не будет видео, и все, пока у меня не будет ноутбук, никаких видео не будет, монтажа вообще не будет больше, все, а монтажа за 10 месяцев снято, вы же помните, я там выкладывала последние видео, это конец октября, это я то, что смонтировала, то есть, у меня не монтирован, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, май, июнь, 8 месяцев, вот, Asus, Asus, чем не хорош, именно для меня, почему я хочу такой, дорогой компьютер, но я, и тот, кстати, не дешевый был компьютер, потому что я не люблю покупать, и какие-то дешманские, такие непонятные варианты, которые, я беру брать хорошую вещь, но которую надолго хватит, я ужасно не люблю ничего менять, выбираю один раз и надолго, цена у Asus 3,5 тысячи евро, на i9 процессоре, есть и за 5 тысяч, но, как бы, меня устроит и за 3,5 тысячи евро, сейчас, кстати, во Франции на него скидка, он стоит 3 тысячи, но во Франции я уже не успею его купить, у меня денег все равно нет, поэтому, в принципе, за 3 тысячи его можно было бы здесь взять, и просто, ну, там она уже с виндой идет, вот, а в России, я даже не знаю, на i9, по-моему, еще пока даже нет, этой модели, вот, он с двумя экранами, у него один экран еще вместо клавиатуры, клавиатура сдвинута вперед, и здесь один экран внизу, чем удобен он для меня, в премьере, как раз у него окно отделено на 4 части, и в нижней части, это таймлайн, куда я все кусочки видео кладываю, где я вот как раз все это монтирую, она занимает достаточно много места, и для места, где я просматриваю самого видео, оно очень маленькое окошечко это получается, вот, из-за этого я не вижу, что у меня мыло, например, что у меня все расплывчато, мне кажется, когда я на маленьком смотрю экранчики, мне кажется, что у меня все четко, а потом, когда я выкладываю уже это видео, и вы мне начинаете говорить, что, блин, там ничего не видно, там мыло, я этого вообще не вижу, я реально не вижу, потому что у меня маленький экран, вот, на этом ноутбуке, чем будет хорошо, там вот эту нижнюю часть, где там таймлайн, можно перенести на второй экран, и тогда, соответственно, этот 15-дюймовый экран, он станет уже местом для просмотра видео, достаточно хорошим, тем более у него там экран 4К, и, ну и плюс он, конечно, заряжен под именно монтаж 4К, потому что, когда я монтировала 4К, это у меня просто неделя уходила, на весь монтаж, потому что компьютер просто реально тупил, там я не могла ни приблизить, ни удалить ничего, в общем, там столько было сложностей, столько маяты, чтобы там выбрать кусок, там, блин, сидишь, это все буксует, потом у нас все рендерится, еще несколько часов, в общем, кошмар, кошмар, а тебе надо еще отдохнуть, это же все в рейсе, тебе надо отдохнуть, тебе надо поспать, а то ты сидишь, ждешь, пока этот компьютер просчитает, поэтому, конечно, компьютер нужен мощный, игровой, чтобы монтировать все быстро, с удовольствием, красиво, кто там со мной хочет увидеться, Михаил, Маркин, о, Сереженька пришел, двоечник, опять опоздал, Сережа, у меня сейчас, наверное, сядет, кстати, телефон, да, ребят, у меня, наверное, сядет телефон, пойдемте-ка в машину, будем заряжаться, а то мы сейчас выруемся, опа, я не в газете, я не в газете, и подойти, так, что у нас со звуком, модель я хочу, Asus ZenBook Duo, есть еще Asus Zephyrus, помощнее немножко, но как бы я выбрала ZenBook Duo, с двумя экранами, экраны сенсорные, нанять, простите, ну вообще, нанять еще кого-то, мне не хватает, как бы, денег, чтобы купить себе ноутбук, технику новую, а вы тут предлагаете еще нанимать кому-то, платить за монтаж, нет, у меня Ford, Volkswagen Crafter, у меня просто слов не было, извините, вырвалась, нанять монтажера, вообще прикольно, не, на самом деле мне очень нравится монтировать самой, очень нравится, это такое занятие интересное, подобрать музыку, монтировать все, что-то там, текст какой-то вставить, и всегда это, конечно, это очень сложно объяснить другому человеку, что ты хочешь от видео, поэтому лучше монтировать самой. Если возвращать НДС, то через какое время, например, если я буду в рейсе, куплю здесь этот ноутбук, буду возвращаться через полгода, интересно, они этот НДС вернут, я знаю, да, tax-free, французы, французы ругаются, путан, то же самое, что я сказала, вот они, путан, путан, с французом, кстати, забыла сказать, бонжор, атуз, есть в России, да, ну, значит, появился, потому что я когда весной смотрела, его еще в России не было, просто он в России дороже, ну, смотря сейчас по какому курсу, сейчас так курс вырос, что, по идее, сейчас выгоднее будет купить в России, пока они не подняли цену, пока не было новой поставки, и не сделали переоценку по новому курсу, то еще, конечно, сейчас выгоднее купить в России, чем в Европе, потому что курс очень сильно подрос, 101,990, нет, это на i5 какой-нибудь там с 4 мегабайтами видеопамяти, не-не-не-не-не, да не 100 рублей, еще пока 86, нет, макбук, нет таких параметров, на i9, по-моему, даже макбука еще нет, Михаил Маркин, спасибо, да-да-да, как бы макбук, во-первых, у него, макбук, он маленький экран тоже, это вообще 13-дюймовый, я там ослепну, Людмила, у меня был Asus до этого, ноутбук, прекрасный, вообще, я им очень довольна, он не грелся, он, ну, нормально все, то есть, если бы я там не купила этот дрон, не начала снимать 4К, потому что все равно, когда с дрона снимаешь, там, хочется, он же далеко, хочется что-то приблизить, надо, соответственно, снимать в 4К, то есть, смысла нет там 1920, там, снимать на 1080, и потом уже там ничего не приблизишь, вот, а здесь, когда в 4К снимаешь, все-таки можно какие-то детали, там, когда я к зданию не могу подлететь, я могу потом в программе это все приблизить, вот, но мой уже ноутбук этого не тянет, к сожалению, моя видеокарта, объем моей памяти, и процессор, соответственно, да, у меня Asus прекрасный был, вообще просто прекрасно работал, ни разу никаких проблем не было, пока я его не залила водой, не водой, а сладким морсом, Миш, как это за твух, мотики чувствуют себя прекрасно, просто, ну, я, мы их целый день грузили, я там над каждым мотиком, просто, пока я не говорила, что все окей, мы грузим следующий мотик, они стояли, ждали, пока Света там все закрепит, все проверит, десять раз так покачает, так покачает, тут еще закрепит, так подтянет, я думаю, что мотоцикл мы качественно загрузили, у меня сейчас 19 часов, 19 минут, кто только с магазином должен быть в состоянии, ну, естественно, у меня был новый, новый ноутбук, не бэушный, я не люблю вообще бэушные вещи, нет, я там, где вышло это кольцо из пола, я там мотоцикл еще к стойке прикрепила, дополнительным ремнем, и надеюсь, что все будет хорошо, даже если это кольцо вырвет, то мотоцикл еще притянут к стойке, так я до Польши еще не доехала, до Польши тут, блин, еще сколько, тысячи-полторы, наверное, но сейчас проблема в том, что везде отпуска, 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 вся Европа в отпусках, поэтому очень сложно сейчас что-то даже если есть, а сюда доставка, вот сам этот хозяин сервиса говорит, что к нему запчасти приезжают где-то в течение 10 дней, Саша из Сургута, привет, 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 задавайте свои вопросы, а то я там рассказывала, я не читала практически никаких вопросов, сейчас могу, поняла, да, значит, меня никто такс-фри не вернет, ну, если только я сейчас куплю, давайте сейчас 3000 евро собираем, на сайте ДАРТИ, на таком сайте я нашла, там 3000 он сейчас стоит, потому что на Амазоне он стоит где-то 3900, вот, на ДАРТИ у них, причем у них 3 года гарантии, да, я бы его сейчас купила и тогда, да, завезла непользованным, у меня отпуск, что там Сереженька написал, что-то я не видела, как уехать в Штаты на ПМЖ, я не знаю, у меня нет такой мечты, поэтому я этим не интересовалась, да, отпуск вообще, я говорю, сначала 2 недели дома сидела, не могла никакими делами заниматься, потом вот в кабине сижу, что такое возить на автовозе, да я на автовоз никогда не стремилась, у меня не замужем, я в кабине сплю, да, вот здесь, знаешь, не могу мотоциклы бросить в гостиницу, тут и есть гостиница Ибис, недалеко на автобане, но у них там такой еще, во-первых, ценник стал 70 евро номер, хотя раньше, когда мы в гостиницах жили, у нас в Ибисах это были самые дешманские номера, они стоили там 35-40 евро, а сейчас они 70. со звуком все нормально там, да, перестал фонить, и не зависает ничего, потому что в машине меня интернет очень плохо ловит, Ох, как много сообщений проскочило, жизнь в крафтере нормальная, только готовить нельзя, ой, ребят, везде, по-моему, одинаково все зарабатывают, и жизнь, как бы, если где-то большие зарплаты, значит, там очень большие расходы, значит, все дорого стоит, большая машинка где-то тут, в Европе, я ее на базе отдала, мне хотели снова загнать и дальше в рейс я устроила там скандал, сказала все, заплатите мне деньги, и тогда будем разговаривать о работе, деньги мне не заплатил до сих пор, поэтому я не собираюсь больше работать бесплатно, да, 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 я, не, на автовузы я не хочу вообще, вообще, вообще ужас, да, Андрюш, как про Швейцарию, вроде зарплаты большие, ну и цены, простите, это все относительно, там, сколько мы в России зарабатываем, как бы здесь средний француз, в принципе, столько же зарабатывает, если посчитать, какие у него там налоги, какие расходы, на продукты, на электричество, на воду, то у них остается на жизнь, в принципе, столько же денег, единственное, что у них пенсия, только побольше, не за спасибо, конечно, да, не за спасибо, да, Андрюшка, спасибо тебе тоже, хотела я, конечно, прилететь в Болгарию, на море, ну, иди отсюда, ну, уже не успею, да, Андрюш, на связи, Португалия, кстати, мне понравилась, как-то лучше, чем в Испании, не, у меня здесь, нет, у хозяина машины, конечно, там и горелка газовая, но это я все видела там, вот в прицепе, когда грузила мутики, я же думала, я дойду за 4 дня, блин, тут 5000 километров, ну, там 4 даже с копейками, 4 700, 4 800, ну, смотря как мы там все, круги, маршрут, то через Австрию, то через верх, и, как бы, непонятно все было, я думала, блин, ну, по 1000 в день я могу проехать легко, и я, поэтому, даже никаких, все, все газовые горелки, всю посуду там, все вот у меня там, в этом, с той стороны прицепа, и я не думала, что я так зависну, я не собиралась готовить в машине, да, Андрюш, хорошо, пересечемся под Женево, если тебя выпустят, если опять границы не закроют, с кабриком прикольно, ну вот, 3230, а я во Франции за 3000 с этими параметрами видела, да, а, это и седьмой, а я на и девятом, за 3000 видела, дарти, так, народ, короче, собираем 3000 евро, срочно, я покупаю в Франции себе новый ноутбук, приезжаю, оставшийся месяц монтирую видео, я не знаю английский язык, я его не хочу учить, он мне вообще не нравится, вообще, не хочу, в Америку не хочу, поработать, да, так, несколько лет, кутика 2-3 их максимум, и все, да, Леонид, согласна, да, Кирилл, спасибо, спасибо, спасибо всем, ребятам, дороги пока, дорога меня пока не ждет, завтра мне приезжает только запчасть, в течение дня, я думаю, она где-нибудь к обеду приедет, потом надо будет французов попытаться, там все-таки как-то распинать, чтобы они отсоединили эту старую ступицу, и присобачили новые, иначе мне придется тогда ездить, хорошо, у меня машина на ходу, и ездить тут, искать, кто это сможет сварить, видите, уже здесь тогда поставят обратно мост, ну что, приятно было с вами со всеми пообщаться, я вижу, что вопросов больше нет, Сереженька двоечник, как всегда, опоздал, пришел в самом конце урока, ну, где ваши вопросы, не вижу, пока ехала, у меня эта левая рука, блин, сгорела, я же ехала с открытыми окнами, вообще, так, муха, пышь отсюда, все, все разбежались, 223 человека, никто не пишет, или у меня интернет пропал, у меня, наверное, пропал интернет, сто пудов, насчет, соответственно, платный компонент, звонки, в авиасп давай, Серёжка, Шедов, спасибо. Опять не получается. Ладно. Леонид, спасибо. Александр, пока. Не, Вольво моя не на базе. Сейчас как раз водитель мне писал, что он будет в Италии меняться. Бусиками его повезут. Моя Вольво здесь остается, в Европе катается. Да, наверное, спасибо. Всем тоже спокойной ночи. Никакой, не хочу я ни в какой Европе оставаться. Идите вы нафиг с этой Европой. Россия самая классная страна. Вообще, ни за что здесь жить не хочу. Ни за что. Потому что пока меня отремонтируют, Андрей уже с Болгарии уедет. Андрей до 15-го. Да, Леонид, спасибо. Виталий, спасибо. Странно, Сережа, что ты на цитадель не можешь перевести. С одного европейского банка на другой европейский банк. Это вообще странно. И хотя на PayPal тоже, по идее, можно попробовать. Спасибо, Дмитрий, что мне Лексус больше подойдет. Ой, да, шутить я могу. Я не знаю, какие события в Кабаровске происходят. Я уже новости не смотрю, как я уехала. Я вообще не смотрю телевизор. Я не смотрю то, на что я не могу повлиять. Зачем? Нервы себе портите. Да, Сережка, хорошо, я позвоню тебе. Я во Франции недалеко от Маккона. Маккон, Дижон. Вот такие города тут рядом. Леон позади остался. Этот паровозик стоял на паркинге. Сцепка стояла. А мотоциклы стояли в сервисе в Харлее. В тепленьком помещении. Они очень хорошо перезиняли. Они простояли там 5 месяцев. 5 месяцев это все стояло. И вот сейчас, если опять начнется вот эта, блин, вторая волна, так называемая, то они могут тут вообще завистнуть еще на год. О, дядечка-ремонтник идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА